В Атарау временно приостановлены работы по обозначению границы между Казахстаном и Россией. Жители были из лежащего села заметили, что ограждение пограничной линии прокладывают к селу ближе, чем показано на карте. Кроме того, общественность возмутил тот факт, что противоположный берег, рядом расположенный реке, перешел в соседнюю страну. Пограничный спор в Атарау не утихал за последнюю неделю. Сетчане говорят, что раньше линия границы была в трех километрах от села, а теперь она плотно приблизилась к населённому пункту. Местные жители недовольны происходящим. «Вчера здесь тонула корова. Мы хотели её спасти, но нам не разрешили. Сейчас устанавливают ограждение. После завершения работ мы не сможем приблизиться к берегу реки». Оградительные работы проводятся в соответствии с договорённостями между двумя странами 2005 года. Однако обе страны приступили к работам спустя 11 лет. При этом местные активисты показывают карту 1977 года, где границы проходят в другом месте. «Если посмотреть на карту, мы увидим, что КПП границы находится в трёх километрах от села. По ту сторону реки находится казахстанская земля – село Курманхазы. На этой стороне – село Коптагай. То есть между двумя сёлами сейчас строится пограничный рубеж. Это очень вредит нашему хозяйству». После возмущения общественности оградительные работы в Коптагае временно приостановлены. Пограничники подтвердили наличие около полтора тысяч метров земли, принадлежащей Казахстану, перешедшей в соседнюю страну. Пограничники заверили, что ведутся работы по восстановлению земель, принадлежащих государству. «Рабочие группы договорились о двух государственных контрактах, по которым в настоящее время ведутся восстановительные работы пограничной службы КНБ Республики Казахстан». Пограничники отмечают, что если местные власти обратятся в комиссию с заявлениями населения, то линия ограждения может быть изменена. Поскольку эта проблема касается двух стран, неизвестно, сколько времени займёт процесс. Тем временем ответственные лица заявили, что основной канал реки Кигач по-прежнему остаётся на территории Казахстана.